И что-нибудь более компактное и более, я бы сказал, такие нетрадиционные, чтобы было легче слушать и чтобы было действительно интересно. И потом у нас будут мастер-классы, и мы сегодня проговорим о завтрашнем дне, и возможно сегодня мы презентируем мастер-классы, потому что завтра мы здесь собираться днем не будем. Мы будем собираться сразу вечером на закрытие и на концерт. Поэтому тот, кто завтра работает, ведет мастер-классы, он сегодня после докладов презентирует свою позицию. Если кто-то еще не зарегистрировался, пожалуйста, Ведмила Литвиненко вас ждет. И мы начинаем работать. Вот как раз уроки, 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 Ведмила Литвиненко. Ведмила Литвиненко, пожалуйста. Да. Всем добрый день. Тема моего небольшого сообщения – театр-плейбэк, опыт проживания. Но давайте, прежде чем мы немножко поговорим о самом плейбэк-театре, как форме, новой форме театральной деятельности, немножко поговорим вообще о том, какова роль театра в истории человеческой жизни. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, можно немножко войти и посмотреть к истокам театра. Что происходило давным-давно. И можно ли представить хотя бы одно сообщество, где есть человек, в котором не было бы театра. То есть любое человеческое сообщество всегда представлено театром. И театр, как верный спутник человека в его земной жизни, всегда присутствует рядом. Если психологи будут говорить о потребностях, которые нужны для того, чтобы ребенок и человек нормально развивался и жил в этом обществе, очень часто называют такие потребности, как потребность безусловной любви в принятии, понимании, защите, много других потребностей. Но я бы добавила, может быть, не называя как базовая потребность, а одна из тоже основных потребностей, которая присуща человеку с момента его зарождения в этом мире, это потребность в зрелище. И если вернуться назад в историю развития человечества, то каждый из нас мог бы отмечать такие моменты, и, допустим, как наши пещерные предки использовали работу в группе. То есть они тогда уже знали, насколько идет воздействие на человека посредством группы. Шаманская практика, целители, знахари тоже использовали в своей работе. В какой момент? То есть можно ли их не называть терапевтами? Я думаю, что они были большими терапевтами и продолжают оставаться большими терапевтами, потому что они работают с человеком посредством группы, используя моменты ритуального и обрядового какого-то целительства. И если происходит исцеление, то это очень большой эффект, который происходит на чем? На сцене. То есть получается, всегда есть сцена, на котором происходит действие. Если идти немножко дальше, посмотреть в античность, что происходило в античной грекции, то же самое, на сцене всегда что происходило? Возникали человеческие переживания, страдания, боль, которую испытывает человек. И получается, что древнегреческие драматурги, они очень хорошо понимали этот тоже момент, каким образом драма воздействует на исцеление человека. Если говорить по Аристотелю, Аристотель что нам первый сказал? Что во время представления человек, который находится в зале, переживает такой момент, как катарсис. В переводе в греческое вы знаете, что катарсис это очистение, освобождение от тех подавленных эмоций и чувств, которые очень долго сидят в нас, не дают возможности, дышат нам на полную грудь. Современный исследователь Ребелот, описывая период античной Греции и театр греческий, говорит о том, что наряду с госпиталем, собором и гимназием театр был центральным аспектом исцеления. «Присутствие пациента на спектакле было необходимой составляющей лечебного процесса». Он говорит, что определенные пьесы, связанные с психологическим содержанием болезней, могут быть описаны как часть лечения пациента. В пьесах человек видел смертного, вступающего в противоборство с вечными архетипами. Греческие зрители настолько глубоко идентифицировались с актером, что через него могли испытывать исцеляющую силу конфликта, кризиса и изменения героя. В конце 18-19 столетия известны очень интересные эксперименты психиатров, врачей гальских Рауля и Хоффаубера. Что они делали? То есть они в лечение, которое назначали пациентам, добавляли такой элемент, как обязательное посещение театра. Получается, что на сцене профессиональные актеры разыгрывали различные сюжеты из жизни человека, а больные пациенты сидели в зале и за счет этого процесса катарсиса и исцеления получали какой-то момент освобождения своих болезней. Очень интересным, я думаю, многие этот факт знают, колоритным примером такого исцеляющего эффекта в театре, так званого живого театра, скандально известного нам Маркиза де Сада. Когда он заболел и попал в больницу для душевнобольных в Шар-Антоне, мало того, что он писал свои пьесы, находясь в этой больнице, но можно сказать, что он выступал еще в роли прекрасного психотерапевта. Он выслушивал больных, которые находились вместе с ним рядом, записывал их автобиографические какие-то данные, но в основании этого писал пьесы, и эти сюжеты из этих пьес сами же пациенты ставили на сцене. То есть, получается, вот эти опыты Маркиза де Сада, можно называть и те процессы, которые происходили в так называемом живом театре Маркиза де Сада, можно называть первыми опытами групповой психотерапии. Если пойти дальше, такие опыты стали известными режиссерами, такой как Николай Евреинов в театре для себя. Дальше пошел Якоб Лави Марино, который, вы все прекрасные психологи знаете, создал метод психодрамы, но перед тем, как появился сам метод психодрамы, как метод духовной психотерапии, Марино сделал такие интересные тоже экспериментальные исследования в области театра. Он как психиатр, психотерапевт, как исследователь, искал точку взаимодействия в театре актеров со зрителями. Очень часто он выходил просто в парке Вены, наблюдал за тем, что там происходит, и для себя открыл очень интересный феномен. Это феномен спонтанности, о котором он говорит тоже очень интересно. Он говорит, что за счет спонтанности происходит все живое в мире. Спонтанность представляется нам наиболее глубинным филогенетическим фактором, который формирует человеческое поведение, наверняка более древним, нежели память, рассудок или сексуальность. Поскольку спонтанная энергия может регулироваться самим человеком, ее высвобождение можно сравнить с освобождением ядерной энергии в физическом плане. Марину верил в то, что спонтанность – это как искра Божия, он так и называл ее, которая есть абсолютно у каждого человека, которая не накапливается, она просто есть и никуда не девается. Наступает какой-то момент, когда спонтанность капсулируется, и получается, мы не живем исходя из спонтанности. И очень интересное понятие будет Марину – психологию, психодраму как невроз креативности. То есть когда мы не живем из своей Божьей искры, из спонтанности, многие вещи происходят не настолько полноценно, энергично, насыщенно, ярко, как это могло бы происходить благодаря этому спонтанности как явлению. И он описывает такой интересный феномен, и все женщины могут с этим согласиться, которые рожали. То есть ребенок появляется в этот мир благодаря именно спонтанности. Не было бы спонтанности, тяжело было бы доказать момент существования любого человека в этом мире. Марину верил, и все психодраматисты, мы психодраматисты с Валентиной, здесь на конференции представлены. Мы верим в то, что у каждого человека резервуар спонтанности огромнейший, и каждый человек способен к творчеству, к творению, к творчеству, созданию прекрасного, быть прекрасным в этом мире, нести себя прекрасно в этом мире, и дышать в полной груди в этом мире. Из всех форм театров спонтанности в мире одна из известных – это театр «Плейбэк». И если взять по времени зарождения, то свой театр спонтанности первый, театр спонтанности «Марыно», он был создан в 1921 году в Вене. И через почти полвека к этой идее приходит американский актер, психодраматист и психодраматерапевт Джонатан Фокс. И первый театр «Плейбэк» появился в Америке в 1975 году. Фокс был учеником Зарки Марыно, жены Якова Марыно, и он тоже не устраивало его как актера, то есть он профессиональный актер, но его как актера уже не устраивала та форма, которая присутствовала в театре. Какая форма? Форма категории как бы прошлого момента. То есть пьесы, которые мы смотрим в обычном традиционном театре, это как бы пьесы, которые написаны в прошлом. То есть создатель этого произведения, он не находится здесь и сейчас, вместе в зале, вместе с теми, кто творит вот ситуацию как бы происходящего. И они стали искать эту форму взаимодействия, каким бы образом можно было найти новое повествование. И пришли вот к этой форме плейбэк-театров. Вчера мы говорили, что плейбэк-театр – это интересная такая оригинальная форма спонтанной импровизации театральной, в которой участвуют актеры, зрители и ведущие. То есть давайте посмотрим, чем похожи и чем отличаются традиционный театр и театр плейбэк. Что их сближает? Это сцена, актеры и зрители. А что, и как бы, вот есть такое отличие, это есть ведущий, который добавляется в театре плейбэк. Какова роль ведущего в театре плейбэк? То есть он выступает, можно сказать, в роли модератора, в роли какого-то небольшого, в небольшой роли психотерапевта, когда он разогревает аудиторию. Из аудитории, это можно представить, что идет большая группа. Когда вот работает театр плейбэк, это можно сказать, что происходит большая психотерапевтическая группа, в которой ведущий выполняет функцию модератора-психолога и разогревает зал. В зале появляется история или сюжет, или какое-то чувство переживания, которое здесь и сейчас может быть отыграно на сцене актерами. В основном путь артистов театра плейбэк, актеров, немножко отличается, потому что, ну, в основном по всему миру театр плейбэк развит почти в 30 странах, и все больше и больше он развивается по Европе и в других странах. На Украине был единственный наш театр плейбэк в этом году, 10 лет нашему театру. На сегодняшний день уже существует 6 театров плейбэк. Я знаю, что это движение очень хорошо представлено сейчас уже, начинает в России, в Ленинграде, в Санкт-Петербурге есть такие театры. То есть в чем, как бы, прелесть театра плейбэк? В том, что, как и в психодраме, что мы всегда работаем с категорией настоящего. Это категория «здесь и теперь». То есть в категории «времени здесь и теперь» присутствует три составляющие. Это сам рассказчик, который является и режиссером, и создателем своей собственной драмы, и исполнителем. Наступают моменты, когда мы стали вводить вот в работе нашего театра, когда зритель, который сам рассказывает свою историю, он может выходить и на сцену для какой-то коррекции, для исправления чего-то, то, что он видит со стороны, и, может быть, ему кажется, что что-то можно было бы подправить. И как раз вот получается, что вот этот нюанс, когда зритель выходит на сцену, как бы можно сказать, что это и есть новшество именно нашего театра. И наш театр плейбэк, мы добавляем в начале фразу «психотерапевтический театр». Психотерапевтический, психодраматический театр плейбэк отражения. Так он называется. Можно задать вопрос, зачем вообще человек рассказывает историю? Почему нам кажется, что эта форма плейбэк-театра лучше, чем форма обычного драматического театра или другого театра? Если посмотреть, что происходит в театре плейбэк, человек рассказывает историю. Мы с раннего детства приучены к тому, что мы постоянно рассказываем и слушаем истории. И получается, смотрите, дети ни одного дня не могут обойтись без истории. То есть они постоянно ее видят во всем. Они могут ее придумывать тут же. То есть они живут этой историей. История насыщает их, наполняет их жизнью. И точно так же, а куда девается наш внутренний ребенок? То есть потребность в том, чтобы тебя слушали, есть абсолютно у каждого человека. И с этой потребностью он и уходит из этого мира. Чтобы его услышали, приняли его историю, поверили в эту историю, в эту правду, которая звучит здесь и сейчас. И у меня, может быть, в голове моей рождается какое-то отношение к этой истории. Я ее вижу своеобразным каким-то образом. Получается, когда эта история переходит в сценическое действие, со стороны я могу увидеть какой-то новый аспект, какой-то новый нюанс, какой-то новый опыт. И вчера вот та группа, которая, ну, может быть, первый раз у нас на воркшопе работала и пробовала как бы эту форму плейбэк, ну, сами на себе можете почувствовать, как бы, вот в чем, ну, как бы, есть наполнение и красота этих переживаний, которые происходят в театре плейбэк. И я думаю, что мы договорились, что сегодня в программе заявлен театр плейбэк наш. Я вам сказала, сразу он не приехал по определенным причинам. И мы попробуем сделать выступление сегодня новой, можно сказать, новой труппы, которая организовалась вот здесь и сейчас, вчера на воркшопе. Они дали добро, мы с Владимиром Николаевичем поговорили, где-то в течение 40 минут, ну, попробуем сделать такое, как бы, выступление вместе со зрительным залом и актерами на сцене. И, знаете, Маринов всегда говорил, я думаю, не только Маринов, каждый человек может сказать, что у каждого из нас есть такая мечта. Мы же часто работаем с мечтой человека, да, мечта. Почему-то мы себя сравниваем с птицами. То есть, мечта летать, как птица. Я думаю, что у каждого из нас есть такая возможность полетать во время творчества. Через вдохновение, через полет, который рождается, через новое. Поэтому приглашаем вас в этот полет, в это творчество. И желаем вам полетать. Ну, если будут какие-то вопросы, Кузьмиле, вы можете потом не подойти. И следующая у вас работа, работа Изабелла. Пожалуйста, Польша. Это уже другая тема совершенно. Это рисунок для еще пальцев. Рисунок для еще пальцев. Извините, пожалуйста, за мои ошибки. Я буду читать, потому что у меня нет свободного языка. Все хорошо. Автор метода, это был педагог, шоу. И она обратилась методу в 1944 году. Она ответила, что живопис, 10 пальцев и трогательная краска имеют много общего с естественным стремлением ребенка. Метод формы эмоциональной и чувствовательности ребенка отношения к окружающим женщинам. Метод дает возможность неогранительного творческого самовыражения. Это позволяет детям не только всего и очень интересно, но прежде всего возможность переполнения.